Здравствуйте, меня зовут Дима, и я работаю в проекте Pandao. Так получилось, что на последних нескольких проектах я занимался локализацией. Этим же занимались мои друзья и коллеги. И я заметил интересную штуку, что большинство из них всерьез не воспринимает эту задачу. Все думают, что это достаточно просто всего лишь перевести приложение. Поэтому хочу вас познакомить с некоторым собирательным образом разработчика, который только собирается перевести свое приложение на другие языки. Знакомьтесь, разработчик Алексей. Алексей непростой какой-то джун. Он представляет, что такое перевод немножечко совсем, но знает, что строки нужно сразу убирать в локализе файлы. Он знает, как работать с плюралом и какие-то основы. К Алексею приходит начальство и говорит, Леш, нам надо количество пользователей увеличивать. Все, мы уперлись в России на количество юзеров, давай выходить на другие рынки. И, Леш, нам нужны у тебя сроки, сколько это времени займет реализация. Ну, Алексей прикинул так. Ну, строки мне нужно проверить, что они у меня все в локализе, что я ничего не упустил. Потом передать это переводчику, но это его уже там забота. Потом он мне их вернет, я создам в исходе новый язык и залью это в App Store. Как вы понимаете из названия доклада, Алексей серьезно ошибется со сроками. Давайте вместе переживем у него этот маленький трудный период в его жизни и посмотрим, как так получилось. Зачем переводить приложение? Алексей, в принципе, представляет. Не одним русскоязычным населением един интернет. А вот куда именно переводить? Если ваше приложение выходит на какие-то определенные рынки, вопрос, куда переводить, не стоит. Но если задача просто увеличить количество пользователей, то мы можем, как один из вариантов, обратиться к статистике пользователей в интернет и выяснить, что перевод на английский для нас является строго обязательным. А вот перевод на испанский может добавить нам целых 8% вообще населения интернета. Почему так много? Ну, потому что на испанском говорят в 52 странах. Эта стратегия не совсем безвредная. Чуть позже Алексей столкнется с проблемами, которые она несет. Но для первой итерации это вполне себе вариант, который можно выбирать. Как я уже говорил, Алексей сталкивался с тем, что какие-то статьи читал. Он примерно представлял, что все строки нужно сразу выносить в localize файлы. И перед тем, как продолжить, начать точнее даже перевод, он сходил к своему коллеге по андроиду, и они обсудили, нужно ли им каким-то образом взаимодействовать. По итогу они решили, что им нужно иметь идентичные ключи к строковым фразам или связку между ними. Ну, почему и зачем? Ну, во-первых, дорогой перевод, и впоследствии мы поймем, почему он дорогой, придется делать всего лишь один раз. Во-вторых, минимизируется количество опечаток в строках. Ведь эти фразы теперь отсмотрят большее количество заработчиков и тестировщики, когда будут тестировать платформы по отдельности. И самое, ну, такое может быть спорное, но строки будут одинаковые на двух платформах. Это к вопросу об идентичности приложения на разных платформах. Для многих это является важным. Всю работу Алексей решил взять на себя. Он решил, что никакой сложности она не представляет. Почему? Ну, потому что дизайнер скидывал обоим платформам одинаковые дизайны, и Алексей поразмыслил, что так, у нас примерно 2000 строк, я сейчас напишу простенький скрипт, который за меня сделает всю работу, и логика этого скрипта понятна. Мы будем парсить оба этих файла, брать значения, и как только значения совпадают, ключи идентичны, и либо приводить их к одному виду, либо создавать связку между ними. Каково же удивление Алексея было, когда после того, как он запустил свой умный скрипт, нашлось лишь 600 совпадений. 600 совпадений из 2000? А что за остальные тогда строки? В чем проблема? Проблему можно разделить на следующие группы. Ну, во-первых, это опечатки. И как бы ваше приложение было не вычитано, когда вы делаете мерсок, внезапно обнаруживается, что их все еще немало. Во-вторых, это переносы строк. Каким-то платформам было проще сделать верстку таким образом, чтобы добавить туда знак переноса, и было выравнивание. Второй платформе для этого не требовалось, и она этого не добавляла. Строки начинают разниться. Небольшие отличия в фразах, такие как «Вы можете вернуть товар», «Вы можете вернуть товары», которые формально не опечатка, но строки уже разные, и скрипт их привести к одной не может. Разбивка одной строки на две. Опять же, для упрощения верстки. Какой-то платформе было иметь две строки отдельных проще для того, чтобы сперстать интерфейсы, чем одну длинную. И это тоже уже не мерзится. И специфичные для платформы ключи, такие как, например, оплатить с Apple Pay или с Google Pay. И что самое нудное, это огромное количество маленьких простых фраз, типа «Хорошо», «Окей», «Да», «Нет», «Может быть». И на этих фразах хотелось бы остановиться немножко поподробнее. Дело в том, что, во-первых, их автоматически смерживать в принципе нельзя, потому что автоматика может ошибиться и связать две разных фразы из разных контекстов. И впоследствии, когда вы будете дорабатывать тексты, это основное свойство текстов, они меняются со временем, дорабатываются, будут всплывать артефакты в местах, о которых вы вообще не ожидаете. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заниматься переиспользованием ключей в переводах. Переиспользование кода для разработчиков – это как бы вообще основное понятие. Но оно не касается переводов. В переводе хорошей практикой является переиспользование ключей. Если вы делаете новую функциональность и сталкиваетесь с тем, что фразу, которую вы сейчас будете использовать, вы уже знаете, она у вас есть, она переведена, вам нельзя ссылаться на нее. Вам нужно ее скопировать в отдельный ключ и уже ссылаться на новый ключ. Именно по той же причине, что когда тексты будут меняться, не вылазили артефакты в совершенно неожиданных местах, о которых вы просто забыли или в принципе не способны уследить за таким количеством связей. Алексей проделал большую работу. Он руками смежил 1600 файлов и отправился отдыхать на выходные. Он нереально сильно устал. Вы, думаю, представляете, какая это сложная работа для разработчика, вручную перемежать такое количество строк. На выходных он встретился со своим коллегой, который ему рассказал, а Алексей уже планировал в понедельник отправить ключи переводчику и забыть об этом всем, а как страшно нам сне. Коллега рассказал ему, что отправить их по почте – это не самый лучший выбор. Дело в том, что впоследствии ему придется много работать с переводчиком и лучше воспользоваться какими-то системами переводов, сервисами переводов. Два из них сейчас вы видите на экране. Это одни из самых популярных, но не ими ограничен круг. Если вы будете готовиться к локализации своего приложения, возможно, они вам не очень подойдут по цене и функциональности, и есть смысл поискать другие. Их много. Но это два самых популярных. Алексей в итоге выбрал один из них. Почему? Во-первых, они дают возможность загружать, выгружать строки во всех форматах, которыми мы можем работать как в мобильниках, так и в вебах, что впоследствии поможет вам синхронизировать свою работу и с веб-частью. Делать это как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматический режим в будущем поможет значительно сократить накладные расходы между взаимодействием команд Android и iOS. Дело в том, что когда разработчики договорились, что ключи будут одинаковые, у них появился некий налог на то, чтобы теперь синхронизировать работу каждый раз, когда добавляется какой-то ключ или меняется. С помощью таких систем вы можете автоматизировать эти процессы. Назначать переводчиков и следить за тем, как происходит перевод. Создавать памяти переводов. Это скорее больше нужно переводчику, но возможно и пригодится разработчику, когда он решит перевести фразы, которые на его взгляд простые, и он точно знает, как они переводятся. И что самое главное? Добавлять описание в виде текстов, картинок для пояснения переводчику контекста конкретной фразы. Это очень важно, и чуть позже мы поймем, почему так. Когда Алексей отдавал строки на перевод, он примерно представлял, что перевод — это огромная лингвистическая дисциплина. И не очень хотел ее вообще как-то касаться, это не моя работа. Но было бы очень здорово, если бы он имел хотя бы общее представление о том, с чем имеет дело. Это помогло бы ему выбрать более квалифицированного специалиста. Почему? Ну, потому что многие считают, что мне для перевода нужен всего лишь человек, который знает два нам необходимых языка. Там ведь просто две тысячи фраз. Ну, просто переведи мне эти фразочки вечерком. С английским я, скорее всего, и сам справлюсь. Но это не так. Для примера, перед тем, как начинать перевод большого проекта, есть смысл выбрать стратегию перевода. И я сейчас говорю о двух видах стратегий, которые мы чуть позже обсудим. И эти стратегии мы обсудим на примере героев. Я сейчас говорю о героях не о тех, которые в играх. Я думаю, что переводу игр есть смысл посвятить отдельный доклад. А о героях, которые помогают вашему приложению пользователю, мотивирую его на какие-то действия или помогаю избежать ошибок. И это внимание, тест на возраст. Кто этих ребят помнит, поднимите рукой. О, здорово как. Окей. Это ребята из Word, кто их не знает еще. Они раньше помогали пользователю решать его проблемы. И на подобном примере героя я объясню две стратегии. Это форенизация и доместикация. Если в оригинальном приложении на английском языке у нас был рыцарь. Вот он у нас в левом верхнем углу со щитом и мечом. Рыцаря зовут в оригинальном приложении Ричард. Если локализую приложение на русский язык, у нас все еще остается Ричард. Рыцарь – это форенизация. Если мы переводим его таким образом, что у нас появляется богатырь Илья Муромец, это доместикация. Точно так же у переводчика будут проблемы с переводом реалий в вашем приложении. Что такое перевод реалий? Борщ, сарафан. Например, достаточно сложный термин для перевода является мастер спорта. Мастер спорта – это огромная совокупность каких-то достижений, которые в разных спортах разные, их никак не объяснить просто. Для каждого спорта это вообще может быть просто, для какого-то недостижимо. И аналогов вне СНГ в принципе не существует. Для того, чтобы вы лучше понимали это, я привел еще три английских термина. Первое – это специальная полежка, которую сжигают на Рождество. Второе – это тип развязок, которые у нас здесь не строят, в виде таких многих колец, похожих на листик. И последний термин, который легко переводится, – это зов кукушки. Когда мы садимся на пенёк, кукушка, кукушка, сколько нам жить осталось. Он точно так же легко переводится, но смысл в нём совершенно иной, потому что в англоязычной среде принято считать не сколько жить осталось, а сколько до свадьбы осталось. И когда вы будете переводить этот термин, вы кардинально измените суть того, что вы хотите подать. И пользователь понимает, насколько смысл может измениться. Точно так же важно, чтобы переводчик, который переводит ваше приложение, понимал, что это не отдельные фразы, а части единого целого. Чтобы не получилось так, что у вас один и тот же термин переведен тремя различными способами. И вы не всегда это можете узнать, потому что хорошо, что мы знаем английский, но никто, скорее всего, здесь не знает испанский, а тем более корейский. И это сильно путает пользователя, потому что он считает, что эти три различные фразы переведены по-разному, потому что это различные сущности. Алексей залил строки переводчику и собирался переписывать свой интерфейс на SwiftUI, но сдалось сообщение о том, что из системы переводов первое, второе, третье, о том, что переводчику нужен контекст. Он не понимает, где эта фраза встречается, и она может перевестись абсолютно по-разному, и нужно пояснить, где она будет. И это действительно проблема, ведь Алексей только что залил две тысячи фраз, и теперь ему нужно описать контекст ко всем. Ну, Алексею повезло, и контекст описывать пришлось не ко всем фразам, лишь к некоторым, которые переводчик попросил. Но и здесь может закрадываться ошибка, которая всплывет нескоро. И она заключается в том, что переводчик подумал, что он понял контекст. А на самом деле он не так. И поскольку никто из нас не знает контекст конечного языка или вот этих всех нюансов, связанных с терминологией, это долго будет выглядеть некрасиво для native speakers, которые читают и пользуются вашим приложением. Конечно, в будущем было бы здорово, если у каждой строчки был описан контекст. И я понимаю, насколько это сложно. Но мне удалось видеть проекты, у которых все их тысячи строк, прямо к каждому описан контекст. Еще один важный момент, как я рассказывал в самом начале, наш герой Алексей выбрал испанский, чтобы покрыть множество стран и захватить огромное количество пользователей. Но он забыл об этом сообщить переводчику. И это большая проблема. Почему? Потому что даже один и тот же термин внутри одной страны, но в разных регионах способен значить разное. Перед вами прозрачная папочка, которая здесь в Москве называется файликом. У нас, я из Сибири, она называется мультифорой. И если вы придете в магазин и скажете, мне нужен файлик, абсолютно никто не поймет, что вам нужно. Вам что-то распечатать. И точно не продадут вам эту маленькую прозрачную папочку. Что уж говорить о том, что терминология способна отличаться между разными странами. Для примера, не буду произносить слово, но в Испании есть термин, который обозначает лишь что-то брать, взять со стола и активно использоваться в поседневной жизни. В Мексике это оскорбительное слово, практически мат. Алексей получил строки и залил приложение на тестирование. Наступили следующие выходные, и он тоже решил отдохнуть от работы. Он решил, что на этот раз все закончено, переводчик сказал, что все замечательно. Но придя на утро, он обнаружил, что доска ToDo в Jira полна багов. Что за баги? Давайте их разделим на несколько групп. Во-первых, эти баги появились потому, что обычный рядовной тестировщик просто открыл приложение на испанском языке и просто полистал экраны. Итак, он столкнулся с следующими проблемами. Часть фраз обрезалась. И добавилось троеточие, они перестали влезать в отведенные им места, потому что в разных языках длина предложений разная. Чуть позже я покажу статистику о том, насколько они сильно отличаются. Но они разные. Фразы перестали считаться в принципе. Другие фразы уменьшились до минимального размера шрифта, выставленной у вашего лейбла. Какая здесь проблема? Проблема в том, что минимальный размер шрифта Алексей выбирал, исходя из русского языка, и он все еще читался. Но когда туда подставился другой язык, этот язык в этом размере шрифта уже не читался, и было не разобрать, что там написано. Часть проблем была связана с тем, что текст перенесся на другую строку, потому что он перестал влазить. Мы видим здесь на примере, немецкий значительно длиннее, он не влазит. И в некоторых случаях это смотрится просто некрасиво, множественные перестроения. А в некоторых случаях та часть фразы, которая осталась на строке, начала что-то значить. И это уже просто некрасиво. Алексей помчался к переводчику. Переводчик, помоги. Смотри, у меня тут какая ерунда происходит. Переводчик в каких-то случаях смог ему помочь. Он заменил, если на наш язык переводить, стоимость на цену. Он нашел синоним, который передавал смысл, выглядел хорошо. В некоторых случаях ему удалось найти только фразы в стиле случайно, но нечаянно. И выглядит это просто странно. И, к сожалению, Алексею пришлось переверстывать часть экранов. Вот та самая табличка, сообщающая о том, насколько в среднем разнятся длины приложений в зависимости от языка, когда мы переводим с английского. Я не очень могу сейчас сходу представить пример, в котором уменьшение фразы приведет к проблемам, но, как видим, перевод на корейский сократит нашу фразу на 44%. Наверняка во многих случаях в интерфейсе будут выглядеть дыры, и дизайнер на это будет смотреть со слезами и предлагать что-то переделать. Казалось бы, Алексей это поборол, и графа оттуда стала пустой. Но он стал ходить и понимать, что он не способен проанализировать все проблемы. Ведь к нему пришел тестировщик и сказал, Леш, ну, я посмотрел, все вроде бы ок, но я абсолютно не понимаю, что здесь написано. Поэтому Алексей узнал о том, что существует такое понятие, как локализационное тестирование. Локализационное тестирование – это когда уже готовый к релизу продукт отдается переводчику, и тот смотрит весь продукт после того, как он его сам же перевел на адекватность перевода уже в собранном виде. И графа оттуда вновь наполнилась кучей баг. Итак, что это за баги? Ну, прежде всего, это проблемы со шрифтами. Дело в том, что когда дизайнер вместе с Алексеем выбирали, какой красивый шрифт будет в их приложении, они не учли, что этот шрифт не поддерживает все буквы, которые используются в различных алфавитах. И конкретно у него возникла проблема с буквой N из испанского алфавита. Над ней вот эта волнистая линия над буковкой N перестала показываться, и буковка стала заменяться либо на обычную N, либо вообще на C. Ну и вы понимаете, насколько это стало важно. В некоторых случаях пользователь мог угадывать что-то, в некоторых это менялось абсолютно кардинально, в некоторых, в принципе, не читалось. Перевод сломан. Проблемы с порядком слов. Дело в том, что в разных языках структура предложения разная, и слова стоят в другом порядке, нежели в русском. Но Алексей, когда верстал свое приложение, он верстал его, исходя из русского языка. Ярче всего это можно заметить на кнопочке «Оплатить с Apple Pay». И если на русском и английском порядок тот же, то в немецком он меняется на «Mid Apple Pay Kaufen». Порядок изменился. У Алексея было сверстано приложение таким образом, что яблочко было картинкой. В данном случае эта проблема решилась достаточно легко. Картинка была заменена на UTF-символ. Яблочко вынесено в локализацию, и верстка убрана. Старайтесь избегать версток, в которые вы собираете кнопку вместе с картинкой и текстом. Такое во многих языках в принципе не переводится. Переводчик не может предоставить хорошего перевода для такой фразы с этим порядком слов. Третья проблема, которую я считаю самая огромная, это проблема с конкатенацией. Дело в том, что когда вы собираете строку, в зависимости от различных условий работы приложения, для переводчика в одних случаях совершенно непонятно, что он получает, а в других случаях, даже когда понятно, он не может сделать так, чтобы это и на русском, и на немецком, и на французском, именно такой порядок сборки читался хорошо. Поэтому старайтесь избегать конкатенаций строк при работе с текстовыми ресурсами. Лучше всего, опять же, эту строку скопировать лучше несколько раз, но зато переводчик ее будет переводить целостность, повторяясь, память переводов он может ему это сделать быстро и просто. Алексей сознал, что множество проблем еще скрыто, и он не способен их даже вместе с переводчиком найти и решить. Поэтому он добавляет кнопку «Сообщить о проблеме с локализацией». Это отличная практика, если у вас нет возможности делать локализационное тестирование постоянно, поскольку все-таки оно дорогое. Вы должны будете передать свои регрессионные тесты практически в полном составе тестировщику, чтобы тот их прогнал. И скорость его, конечно же, значительно ниже, чем вашего тестировщика, который привык пробегать по этому приложению ежедневно. Такая кнопка поможет найти спикерам, которые заметят проблему, обратиться к вам. И вы уже с этим сообщением от нейтив спикера пойдете к переводчику, поговорите с ним и выясните, что у вас здесь есть какая-то нестыковка и сможете ее исправить. Алексей также добавил возможность смены языка внутри приложения. Так, чтобы не зависеть от системного языка. Зачем? Ну, во-первых, если вдруг какая-то из локализации окажется сломанным, пользователь всегда может сменить ее на какую-то более ему удобную. Во-вторых, в iOS существует немного странная, но при этом официальная логика выбора языка для вашего приложения. Давайте я вам поясню на примере. Предположим, что сейчас у пользователя есть телефон, у которого системная локаль выставлена в испанский язык. Он ставит ваше приложение, которое локализовано лишь на английский и русский. Но перед тем, как пользователь выставил испанскую системную локаль себе, он прошел следующий путь. Он взял телефон, купил его или еще что-то, он был на английском по умолчанию. Потом он сменил локаль на русскую, допустим, по ошибке. И затем он сменил ее на испанскую и теперь с этим живет. Он ставит ваше приложение, которое переведено только на английский и русский. И английский является языком по умолчанию, и приложение показывается на русском. Потому что Apple считает, что если пользователь выставлял системную локаль, он ее знает. А вот локаль по умолчанию, которую вы указали в приложении, не факт. Это немножко сбивает с толку. Я не могу утверждать, что это прямо частый кейс, но в тестировании он всегда возвращается от тестировщиков как бага. Разумеется, они меняют локаль очень быстро и замечают, что приложение не соответствует системной локали. Поэтому это еще одна причина добавить смену языка внутри вашего приложения. Это не совсем беспроблемная штука. Есть множество проблем, которые они несут за собой. Во-первых, в Андроиде вы никак не переведете системные сообщения. В iOS системное сообщение вы можете перевести, но только после перезапуска приложения, поскольку этот параметр инициализируется в Уиките. И как только вы смените хаком через preference language порядок языков таким образом, чтобы системные сообщения соответствовали языкам в системе, в вашем приложении вы теряете возможность узнать, какой настоящий сейчас выбран язык у пользователя системно. Вы можете узнать регион, но не можете узнать, что его системная локаль на испанском. С этими проблемами можно жить, но они присутствуют. Алексей залил билд в App Store. Он счастлив, он сделал свою работу, он чувствует себя настоящим локализатором. Хотя на самом деле он столкнулся лишь с проблемами перевода, потому что локализация — это целый комплекс мер, в которых помимо перевода вы адаптируете ваше приложение по цветовой схеме, картинкам и, возможно, музыкальным сопровождению, если оно присутствует. Алексей даже знает, что в арабском языке его ждет хитрый подвох с обратным чтением и зеркальным интерфейсом, и поэтому он пока туда не лезет. И поэтому он смело соглашается на задачу от руководства перевести приложение на тайский язык. Ведь он уже прошел все остальные грабли и точно знает, что теперь его не ждет никаких подвохов. К сожалению, Алексей не знал, что в тайском языке между словами нет пробелов, а не только между предложениями. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Можем начинать. Вопросы будут с двух сторон. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос по переиспользованию маленьких всяких фраз, про которые ты говорил, что их лучше не переиспользовать. Понятно, что не стоит их переиспользовать, когда у тебя там в ключе указано, что вот в таком-то алвере, для такого-то действия лучше показывать такой-то текст. Но что делать с всякими совсем общими фразами, типа ок, их тоже стоит для каждого места использования как-то копировать? Или можно просто сделать там общий ключ ок и для него уже его всегда переиспользовать? Да, в самом начале я считал, что я создам сейчас ключик common ок и буду его использовать. И так было хорошо, пока не пришел дизайнер и говорит, что в русском здесь нужно не хорошо, а ок, чтобы оно было именно как ок. Ага, я поправил ок, у меня внезапно по всему приложению это поправилось, я выделил это в отдельный ключ, где-то пропустил, опять оно с тестирования вернулось. Поэтому не все коллеги меня в этом поддерживают, но я за то, чтобы вообще каждая фраза была отдельно. Понятно, что если у вас есть какое-то системное сообщение, то вы делаете компонент по показыванию системного сообщения, и там всегда ок это ок. Но в целом от common фраз я бы предложил отказываться, постоянно сталкиваясь с тем, что их приходится разделять. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Антон. Подскажи, пожалуйста, такой момент. Как лучше, в каком порядке лучше переводить? Вот, допустим, я хочу поддержать 10 топовых языков. Из русского я переведу в английский, а потом какие дружественные языки проще будет переводить между собой? Ну, допустим, с корейского на китайский или наоборот? Нет, лучше все переводить, конечно, в смысле английский-туда-сюда. Вам проще в специалистах так будет находить. То есть вы один раз тратите с перевода русский на английский, а потом английский, испанский, немецкий. А какие вот здесь языки выбирать? Тут есть различные стратегии их выбора. Ну, одна из них – это посмотреть, сколько пользователей. То есть понятно, что здорово перевестись на китайский. Но если что, китайских 5. Вот, просто так, чтобы понимали. То есть вроде бы пользователей-то много вы захватите, но их 5. И вот их нужно как-то с этим тоже жить. Корейский, ну, можно корейский, а там, опять же, есть момент, что есть App Store и нет App Store. То есть в Китае с Google App Store там проблема. В общем, такие нюансы. Ну, все зависит от того, каких пользователей вы хотите получить. Прямо это сильно индивидуально все. И второй маленький вопрос. Как отбирать шрифты, которые покрывали бы большинство языков? Ну, вот один из вариантов – использовать что-то из стандартного, что мы видим в Xcode. Там все это поддерживается. Второй вариант – это локализационное тестирование. Тестеры нам скажут, что что-то не так, буква не так, текст не читается. Тогда его менять. Если вы хотите совсем что-то кастомное. Понял. Спасибо. Спасибо за деклад. Очень интересный вопрос. Есть ли какие-то варианты автоматизации верстки? Либо при смене языка надо каждый раз просматривать все заново? Надо просматривать, да. Ну, как вы себе представляете? То есть интерфейсы все кастомные, сложные. У нас текст, как вы видели, может меняться от минус 40 в плюс 20. То есть да, мы все ставим на RTL и аутах, и это в каких-то моментах работает. Но не во всех, потому что экран ограничен. То есть вот который пример я проводил с немецким языком, ну все, он закончился, там нет места. Вот три графы, вот они все уперлись, полезли на следующие строчки, одно слово три раза перенеслось. Ну, то есть, по сути, новый язык – это новое приложение. Нет, нет, не всегда. Это скорее адаптация текущего UI к новому языку. Ну, я не видел такого, что прямо кто-то создавал себе отдельный UI-экран. Типа вот это для всех, а вот это вот для немецкого. Стараются все-таки как-то адаптировать эту штуку. Ну, я понял. Да, спасибо. Спасибо за доклад. Мне вот интересно, что делал Алексей с тайским. То есть где-то это можно будет прочитать. Это, я понимаю, USK из жизни. И какая-то была история, да, и как бы гифка из «Игры престолов» была в тему. То есть где-то есть история, где можно почитать именно проблему локализации, то есть они как вживую, да, то есть происходит это все равно. Это единичная проблема была тайская, какие-то еще есть проблемы возникают. Да, да, да. Где-то более развернуто это можно почитать. Я не сталкивался с таким материалом. Именно поэтому, что, во-первых, я не сталкивался с ним. Во-вторых, я вижу, что все коллеги говорят, за неделю управлюсь. И поэтому я решил вам рассказать. Основная идея, ребята, это вообще непросто. Тут можно залипнуть на месяца. Спасибо. Добрый день, спасибо. Очень интересный доклад. С арабским языком не сталкивались? Много заморочек вот с правой и левой стороны? Ой, там, знаете, заморочки не только с арабском, не только с порядком. Я специально не хотел об этом рассказывать, потому что можно отдельно рассказать доклад об арабском. Там вообще все зеркально. То есть если у вас яблоко было справа, теперь его надо переносить налево. Очень много проблем, когда у вас идет арабский, 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 потом английский. Ну, потому что герой сказал что-то по-английски. И вот он читал сюда, потом нужно сюда, сюда. И вот это все наложение, и разные шрифты, и оно просто выглядит все плохо. И прямо это вот можно отдельных специалистов искать, которые специализируются по локализации на арабский. Понятно, спасибо большое. И еще сложно его копировать. То есть вы как разработчик начинаете что-то там верстать, вы вставляете эту фразочку, не знаю, в УИ, чтобы проверить, как все легло. Копируете, оно копируется в обратную сторону, это все шуткой бесит. У тебя голова кружится, начиная, потому что ты не понимаешь, с какой стороны его перенести. И очень много таких наложений. Дим, спасибо за доклад, очень интересно. Впервые такой полезный и нужный доклад. Я думал, что, например, в своем проекте я сталкивался с единственным из всех знакомых, которые работают в серии. У нас 11 стран, и единственное у нас есть такое, что мы в каждой стране, это одна кодовая база, но в каждой своей стране одно приложение, и, грубо говоря, один язык. И мы используем по-эдитор инструмент, и у меня такой вопрос. Мы еще не доросли, что ключи одинаковые в Android, в iOS. Это из-за того, в основном, что используются символы плейсхолдеров, когда в строку стринг формат, ты подставляешь какие-то собака S, плюс с порядком дат. Вот как вы с этим боретесь, это первое. И второе, есть еще важные штуки, например, в корейском у нас разные форматы дат. Например, сначала год, месяц, вот эти штуки, расположение символов каренси разный. Да, валюта была в изначальном докладе, это тоже сложность. Значит, давай по порядку. Первое, значит, строковые фразы, в которые добавляются значения. Все представляют, да, это бла-бла-бла, потом собачка процентик в этом сходе. Вот те системы, которые я рассказывал в начале, системы перевода, они умеют их распознавать. Вы загружаете туда свой файл, iOS загружает стринги, Android загружает свое, оно это парсит, их заменяет на универсальный для платформы ключ, и вы работаете с универсальной фразой. Потом, когда тебе нужны строки, ты говоришь, выгрузить это все в формате iOS, и она их обратно заменяет на твои ключи. И с порядком оно тоже нормально. И с порядком все тоже работает нормально, да. Есть нюансы, где мы, например, отошли от процентика и сразу всегда указываем порядок, чтобы так удобнее было. Ну, в целом она умеет все из коробки. Тут ничего думать не нужно, она все это сделает за вас. Это, конечно, огромный плюс. С датами, ну, с датами там все понятно, ну, как все понятно, да, то есть относительно общих проблем. Выставляется, когда ты работаешь с датами, выставляется локаль данных, ты ее тоже хранишь, где ты ее автоматически, ну, в iOS, во всяком случае, это относительно просто, он их меняет порядок. С валютами сложно, свои заморочки. Есть множество заморочек, на самом деле, при смене языка. Когда вы, не знаю, у вас там интернет-магазин, вы в корзинку накидали рубли, потом сменили языки, сменили валюту, теперь вы вроде в долларах работаете, а вот в корзинке у вас там лежит, она в чем должна теперь лежать, как сконвертиться. Вот тут тоже много заморочек. Ну, есть, да, как-то решаются. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Антон, компания PS307. У меня немного дополнения к параметрам. К примеру, в андроиде можно указывать еще через HTML. Ты форматирование указываешь, то у тебя, допустим, строка, часть нужно сделать одним цветом, часть жирным, часть еще каким-нибудь. Умеет ли система распознавать такое? Не знаю, не было необходимости, не уверен, что умеет, но это попадает под ограничения типа платформ-специфик. Ключи, они есть и у нас и остаются. В универсальном, значит, вот этом системе, которая переводов пользуется, у нас каждый ключ помечен галочкой, используется он для какой платформы. То есть большая часть ключей помечена, что они используются для двух платформ. И когда я нажму выгрузку, они скачаются. И не скачаются специфик андроид ключей. Такие ключи остаются просто специфик андроид. Их не очень много. Окей, вопрос. Так вы пришли к своей системе, написали или используете готовую? Переводов? Нет, нет, готовую одну из тех. И у меня еще вопрос по поводу автоматизации. Вот сменили много строк и нужно как-то отправить и проверить это. Как вариант можно написать? Ну, если есть в проекте UI-тесты, можно написать такие, то что пройдутся по всем состояниям, сделают скриншоты. Я покажу локализацию. Да, это хороший вариант. Я о нем не рассказал. Это одна из версий, с которой мы хотим в будущем работать. Мы не будем отдавать переводчику приложение, потому что есть сложности с прописыванием в iOS, знаете его устройство или каким-то образом передачу. Или добавление его в тест-флай. Мы будем просто пробегать по всем экранам, делать скриншоты этих экранов, паковать это в zip-архив и отправлять переводчику, делать все это автоматически. Это вот у нас сейчас такое и есть в планах. Да, это очень хороший способ, потому что не отдавать кучу регрессионных тестов тестировщику, который будет делать их медленно. День добрый. Спасибо большое за доклад. Хотел спросить, а что все-таки делать с множественными окончаниями и с артиклями разными в разных языках, это как-то… Можно все-таки наполовину хотя бы автоматизировать или прям отдельные ключи заводить в единственном числе слова и во множественном? Нет, в iOS и в Android есть готовые механизмы для работы с plural. И системы, которые я показал, они тоже умеют с ними работать. То есть там сразу заводится one, two, three many, other, и ключ сразу прописывается. В iOS это принято хранить в string-диктах. В Android там своя для этого есть структура. И все это загружается в эту универсальную систему, оно парсится, ключ тоже становится универсальным, точно так же выгружается. С прерывами никаких проблем нет. Здесь все легко. А с предлогами и так далее, это просто в части фраз в переводе, но тоже не сталкивался, чтобы это было хоть какой-то проблемой. Окей, спасибо. Еще я хотел спросить, не могли бы вы напомнить, в каком кейсе становится невозможным получить текущую локаль? Ну, в смысле языка. Смотрите, вы запускаете приложение и хотите, и оно у вас по умолчанию на каком-то системном языке, который решила iOS. То есть если вы делаете в iOS NSLocalizedKey, он вам вернет что-то, что там iOS решила за вас ключ. Поскольку мы хотим получать в каком-то конкретном языке, мы же на лету это делали, мы пишем свою функцию получения, сами лезем в нужный локалайз файл, вытаскиваем оттуда ключ и рисуем его, игнорируя NSLocalizableString. Проблема с системными сообщениями, типа «дорогой пользователь, подпишись на пуши». Оно будет на том языке, на котором система. Мы можем обмануть систему и сказать, что для нашего приложения вот эти сообщения будут на другом языке. В preference language меняется порядок языков. Точнее, я его просто весь удаляю и оставляю только одно, которое нужно. И когда в следующий раз инициализируется уикит, то есть при рестарте, он инициализирует его, думая, что порядок ключей такой, это порядок языков, и для вас вот эти сообщения будут переведенными. Но это аффектит все способы получения системного языка. Он теперь станет тем, который вы порядок подменили. Мне пока не удалось найти решение. Возможно, оно есть. Окей, спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня несколько, наверное, будет чуть-чуть отвлеченный. Понятно, что делать со статическими строками и строками, которые вы генерите. А если в вашем приложении есть какие-то источники внешних данных в том плане, что пользователь вводит, например, чатик, какое-то сообщение, вы применяете те же методы для форматирования, для шифтов на другом языке. И что вы делаете, если пользователь вводит на языке другом от языка приложение? Ну, наш конкретно проект – это Pandao. Это типа AliExpress. Что мы делаем? Ничего не делаем. Что мы с этим можем сделать? Мы это можем загнать в Google Translate, условно, и получить AliExpress на описание. Думаю, все их видели. Красные штаны, желтая майка, бабочка. Поэтому на данный момент мы ничего с этим не делаем, оставляем на языке оригинала. Здесь сложно. То есть невозможно перевести силами переводчиков, автоматизация выглядит криво. Спасибо. Давайте поблагодарим спикера. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.